Всем привет! У нас сегодня 31 августа, последний летний денёк. И пока у меня родители в гостях, мы решили съездить в галерею, провести вечер там. Мы хотим покушать там роллы, а именно у нас хочет этим заняться папа, потому что он давно не ел, и он полюбил у нас горячие роллы, острые. Сейчас мы поедем до галереи на трамвае. Это у нас впереди Ставропольская, оживлённая. Четвёрка подъехала, но четвёрка не наша, так что нормально. Будем ждать пятёрку-восьмёрку. Я не знаю, до туда где-то ехать минут 30 на трамвае. Сейчас у нас уже близится вечер. Скоро будет сейчас пик, но сегодня вроде как бы суббота, и не должно быть столько машин. Погода сегодня утром была очень благоприятная, а вот сейчас уже стало вот и днём пригревать. Ну, к вечеру будет как бы прохладно, будет хорошо. Переходим дорогу. Трамвай у нас здесь постоянно ходит и по расписанию. Есть специальный сайт, на котором написано, в какую минуту конкретно подъедет какой трамвайчик. Такая же ситуация вроде бы с троллейбусами. Что у нас там едет? Вообще не вижу. Не двадцатка случайно? 22-й. 22-й это не наш. Какой-то как будто новенький покрашенный. Они обычно старые такие все. Ксюш, ты права. Сказала, что очень хороший сайт есть, где можно забить маршрут, куда тебе нужно. И будешь знать, на каком автобусе ты права. А я не про этот сайт. Я говорила про сайт с расписанием общественного транспорта Краснодара, а ты говоришь про 2GIS. Это карты, это разные, это приложения. А вот следующий, скорее всего, наш. У нас, кстати, проезд уже стал с лета 28 рублей. Было 26. Откуда такие цены, я не знаю. О, в Керчи 15, 17, в Ростове 20, 23. Я не понимаю. Можно, конечно, купить проездной, будет дешевле. И для студентов, и школьников половина стоимости. Что там у нас? Не видно. Восьмерка. А, восьмерка, это наша. Мы садимся. Ну, садись. А что я-то? Три бюлета. Осторожно, двери закрываются. Можно обладать бесконтактной картой. Можно с наличкой, можно в студенческой или школьной карте. Ну, вот, такой вот билет с аппарата распечатанный. 28 рублей. Остановка улицы Вишниковой. Проезжаем вот же. Демо-Сом. И подъезжаем к стадиону Кубань. Следующая, собственно, остановка будет стадион Кубань. Рядом со стадионом есть такой небольшой парк хороший. Там озерко. Крут. Там можно провести время в жаркий день. Тоже достаточно часто туда хожу, езжу на велосипеде. И как-нибудь снова там побываю. Жаркий день там просто самое то, потому что обдувает ветер. Вот. Идем к стадиону Кубань. Вышли мы на Северный. И идем в сторону галереи. В трамвае просто нечем дышать. Тут буквально минут семь, и вы на месте. Вообще, в галерее местные охранники очень не любят людей, которые снимают. И особенно блогеров. Я помню, там у них был какой-то конфликт с блогером. Я не хочу себе портить нервы и настроение. Поэтому я не буду там снимать. Ну, в плане, когда заходить, там, где контроль и все дела. Мы сейчас идем по Северной. Галерея, получается, она на пересечении Северной и Центральной Красной. Также Раштолевская. Галерея – это тот магазин, в который любят ездить молодежь, чтобы купить одежду. Один из крупных, получается. Более крупный только Озмол, но он за городом. А еще Краснодар – это город велосипедов. Очень много людей, кто ездит именно на велосипеде на работу, на учебу. Потому что на велосипеде гораздо проще добраться до работы, чем на общественном транспорте или на своей машине. Сейчас тенек, солнце уже спряталось за домами и очень классная погода. Очень приятная. И пойдемте. Слева находится бургерный Краснодарский парень. Очень такое популярное заведение. Многим туристам советуют посетить его. Не знаю почему, сама не бывало. Видимо, там очень вкусные бургеры. Чем ближе к галереи, тем больше народу. Вот пока мы с вами идем, пока добираемся. Какие у вас вообще впечатления уже успели сложиться о городе? Наверное, то, что немало народу. Нам повезло, зеленый. О, кстати, вот эти вафельницы не так давно у нас начертили. Если заезжаешь на границы вафельницы, то тебе придет штраф. А вот слева у нас галерея. Народу здесь всегда очень много. Вы сами видите. Мы идем на нулевой этаж сейчас. Везде эскалаторы, на которых люди спускаются и поднимаются на разные этажи. Здесь есть и фудкорт, и кинотеатр. Это такой большой торговый и развлекательный центр. Всякие, какие только можно, магазины. Здесь также можно купить к школе портфели. Такая вот школьная ярмарка. Я даже не знала, что здесь вот такое бывает. Классно. Что ж, походили мы по галерине и зашли, купили себе горячих роллов, как хотел папа. У них такое нововведение, такая штучка. Когда приготовится, она начнет пищать и нужно подойти будет. Вот, что мы взяли. В MyBox ролл Шипа, ролл Киотта, ролл Киладельфия. Ну вот, на 755 рублей. 8 штук каждый ролл. Вот так вот. И вот у нас здесь цены на роллы. Давай я посмотрю, как называется. Это, скорее всего, цыпа, наверное. Я не знаю. Вроде цыпа. Ну, сейчас посмотрим, убедимся. На коробочках плохо, не подписывают. В Питере, например, или в Москве подписывают, что за ролл. Ну что ж, всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Надо это подлипырно поставить. А может быть, каждый, наверное, как лучше. Давайте покать, вон, здесь все. Вон автобус гоняет там, двухэтажный. Ведущий ролл, наверное, все-таки была в Киладельфии с лососими крабом. А это у нас все-таки цыпа. Я сейчас по внешнему виду как бы узнала. Ведущий ролл очень нам понравился. Будем пробовать этот. А это у нас ролл Киото. Обычно, когда я сюда прихожу, не часто, конечно, но вот его беру. Мне он нравится. Решили. Взяли картошку фри. Папа захотел попробовать. Мы-то, конечно, пробовали. С сырным соусом. Бургерки. Зашли в магазин Аленка. Никогда сегодня не заходили. Тут такой хороший большой выбор конфет, которых нет ни в Магните, ни в Пятерочке. Вот, взвесили, разные виды себе. Это вообще очень классный магазин. Советую. Это, получается, рядом с фудкортом в галерее. Взяли вот такие ириски на пробу. Оценим. Сейчас нашли в магазин и решили попробовать купить конфетки. И вот нашли такие конфетки, очень вкусные, попробовали. Вот именно как в детстве. Совету рекомендую обязательно. Попробовать. Вам понравится. Вечер субботы, а народу совсем немного. Это удивительно. Обычно все места заняты. Но мы отдохнули и теперь уже поедем домой. Справа у нас уже начинается улица Красная. Прогулочная. Едет 15 трамвай, но он не наш. Ждем следующего. Он идет до железнодорожного бакгала. А это у нас пятерка. Наш. Все, едем на нем. Шатает, поэтому нужно держаться всегда за поручу. Они здесь у нас предупреждают об этом. Да. Да, вот пятерку с ним. Сейчас приеду. Осторожно. Двери не закрываются. А что вы там? Все, уже сели. Уважаемые пассажиры. Уважаемые пассажиры. Продолжение следует. Продолжение следует...